Привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как же и на чем можно сэкономить во время своего отдыха в Турции. Как говорится, богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто разумно тратит. Конечно, очень многие туристы, когда приезжают на отдых в Турцию, не хотят заморачиваться по поводу экономии, люди приехали отдыхать. Но на самом деле экономить в Турции не так-то уж и сложно, просто нужно обратить свое внимание на пару моментов, и тогда вы сможете сохранить достаточно значительную часть ваших ровно заработанных. В этом ролике я постаралась собрать все самые полезные напоминания и рекомендации, которые вы могли слышать от меня на протяжении полутора лет существования моего YouTube канала. Тем не менее, я посчитала важным оформить все эти рекомендации в одно видео, чтобы у вас всегда была под рукой вот такая вот видеопамятка. Итак, как же можно сэкономить во время отдыха в Турции? Я бы могла вам сразу сказать, отдыхайте на территории отеля, никуда не выходите, никуда не ездите, ничего не покупайте, и будет вам огромная экономия и радость. И, в принципе, на этом можно было бы закончить ролик, не успев его начать. Конечно же, знаю, определенная категория туристов так и делает, но я уверена, что меня смотрят очень активные, любопытные люди, которым интересен и шопинг, и поездки, и прогулки. Итак, мой первый совет будет касаться сети супермаркетов Migros. Очень многие туристы, которые не раз бывали в Турции, уже давно выяснили, что сеть супермаркетов Migros у нас является одной из самых популярных. Там вы можете найти товары совершенно любого толка, и продукты питания, и какие-то косметические средства, текстиль. В общем-то, огромный-преогромный магазин есть в каждом городе по несколько штук. И Migros у нас является одним из самых востребованных супермаркетов у туристов. И, конечно же, как и в любой другой стране, в любом другом супермаркете, Migros всегда предоставляют на определенные товары, скидки, где-то проводится акция. Но чтобы получить эти товары по скидкам и по акциям, нужно иметь при себе специальную Migros'овскую карту, которая называется Money Club. Вообще-то, только при наличии карты Money Club можно получить скидки на акционные товары. Купить карту можно в любом Migros'е на кассе. Стоит она всего полторы лиры. Как только вы ее приобретаете, она сразу активируется, и вы можете ей пользоваться. Единственное условие, к данной карте будет прилагаться анкета, которую нужно заполнить в течение месяца. То есть, желательно в течение вашего отпуска заполнить данную анкету. Можно не сразу в магазине, можно пойти в номер заполнить, потом принести, обратно отдать в любой другой день. Но если в течение месяца вы не заполняете данную анкету, то карта у вас дезактивируется. Соответственно, анкету нужно заполнить. Нередко я наблюдала такую ситуацию в магазинах Migros, когда кассиры видят, что перед ними стоят туристы, огромная тележка товаров, и кассиры используют свои карты для того, чтобы продать товары туристам по сниженной, по акционной цене. Но, как говорится, раз на раз не приходится. Где-то вам может попасться такой добродушный, уступчивый кассир, в другом месте этого вовсе не могут сделать. Поэтому в идеальном варианте, если вы планируете постоянно закупаться в Migros, либо прийти туда один раз и закупить подарки, сувениры для себя и своих близких, то есть смысл иметь свою собственную карту Money Club, чтобы быть наверняка уверенным, что вы получите скидку на все акционные товары. Ну, а мы переходим к совету номер два. Старайтесь не снимать деньги в турецких банкоматах. Еще в ролике про деньги я вам говорила, что снимать деньги с иностранной карты в турецких банкоматах очень невыгодно. Средние комиссии, которые берутся за съем денег, это 6-10%. То есть даже, предположим, что вы будете снимать совершенно не крупную сумму, скажем, 100 долларов с банкомата, то уже даже в таком случае вы потеряете от 6 до 10 долларов за съем наличных. Все зависит от того, в каком банкомате вы будете снимать. Поэтому в идеальном варианте, если такой необходимости нет, не нужно снимать деньги в банкомате. Вы можете всегда расплатиться со своей банковской картой абсолютно где угодно, за исключением некоторых базарных лавок, в аптеках, в магазинах, в супермаркетах, да где угодно. Сейчас принимают карты. Конечно, бывают случаи, когда нужны наличные, но в таком случае я вам советую обращаться в банк, Зиреатбанк, вернее, в банкомат. Вот там самая такая небольшая у нас идет процентная ставка за конвертацию 6%. Комиссию там не берут, но вот на конвертации 6% берут. Ну и, конечно, если вы пользуетесь картой Тинькофф Блэк, то вам здесь в Турции не стоит беспокоиться о съеме, либо в банкоматах ПТТ, либо в банкоматах Халкбанка снимаете сумму от 300 лир совершенно без каких-либо процентов. Поэтому, если перед вами стоит задача расплатиться карты, либо же снять деньги в банкомате перед покупками, то лучше выбирайте первый вариант расплачиваться картой. Как еще можно сэкономить свои средства во время отдыха в Турции? Когда вы отправляетесь на экскурсии, будь то самостоятельно, будь то в составе организованных групп, имейте в виду, что в магазинах на территории достопримечательностей цены всегда будут выше и намного. Поэтому я не рекомендую на территории данных магазинов делать какие-то грандиозные покупки. Имейте в виду, что аренда отделов или магазинов в таких местах стоит гораздо больше. И, соответственно, ценники в этих магазинах будут в 2-3 раза, а порой даже в 4 раза дороже. Если вы видите, что в магазинах рядом с достопримечательностями продаются примерно все те же товары, которые можно найти у вас рядом с отелем, либо в городе, какой смысл там переплачивать, когда все это можно будет купить дешевле несколько раз у себя на курорте? На чем еще можно сэкономить во время своего отдыха в Турции? Конечно же, на экскурсиях. Если вы планируете во время отпуска покупать экскурсии, то есть смысл сравнить цены у гида и сравнить цену у местного агентства, которое находится неподалеку от вашего отеля. Те туристы, кто не раз отдыхал в Турции, уже давным-давно знают, что у туроператора, конечно же, экскурсии будут стоить всегда дороже. Чтобы не быть голословной, давайте проверим эту информацию. К примеру, мы сейчас зайдем на официальный сайт туроператора Пегас Туристик, и посмотрим, за сколько он предлагает нам экскурсию в Памуккале на один день. Мы видим, что эта сумма составляет от 3465 рублей, что у нас примерно 48 долларов. Это минимальная цена. Если мы зайдем на сайт нашего экскурсионного бюро Кайрек Тур, то увидим, что там точно такая же экскурсия предлагается от 35 долларов. То есть мы видим разницу уже в 13 долларов. Если, например, собирается семья из 3 человек, то разница уже будет в 40 долларов. Поэтому есть смысл все-таки проштудировать список местных компаний, которые работают на различных курортах, прежде чем, конечно же, обращаться в то или иное бюро путешествий, которые располагаются на улице, либо в интернете, обязательно изучите, почитайте отзывы. Но если вы отдыхаете на курорте Сиде Аланья Белек, вы можете также пройти по ссылочкам, указанным под моим видео, на страничке экскурсионного бюро Кайрек Тур, посмотреть у них цены, почитать отзывы. Следующая рекомендация, которую я вам могу дать, касается общественного транспорта. Конечно, если мы возьмем крупные города, такие как Анталия, Стамбул и так далее, то там действует карточная система оплаты проезда. Вы либо заранее покупаете транспортную карту, пополняете ее счет и затем расплачиваетесь в общественном транспорте, либо же можете оплачивать напрямую своей банковской картой. Но что касается мелких курортов, таких как Кемерси, Дебелек и так далее, то здесь у нас еще действует старая система, все оплачивают проезд наличными. Здесь вот почему-то многие туристы до сих пор делают большую ошибку, оплачивают проезд в общественном транспорте долларами, либо евро. Я уже неоднократно повторяла, что вообще невыгодно долларами и евро оплачивать проезд. Вот недавно буквально я ехала из Манавгата в Новом Мол, проезд стоит 4 лиры, я заплатила 4 лиры, тут же заходят на остановке два наших туриста, оплатят 2 доллара. У нас 1 доллар сейчас составляет 8 лир, 85 куруш. То есть, по сути, когда вы платите долларами за проезд, вы платите двойную сумму. Естественно, водитель никогда вам не сдаст никакой сдачи с 1 доллара. То же самое касается и перемещений на общественном транспорте, на долмушах, с курорта к городу, между городами. Лучше всегда при себе иметь наличные турецкие лиры. Но вы только представьте, 2 человека заплатили 2 доллара. По сути, они отдали около 18 лир, когда должны были отдать всего 8 лир. То есть, даже больше, чем в 2 раза переплатили. И это они еще долларами платили. А если заплатить евро, то там будет сумма еще выше. Соответственно, еще раз повторяю, берите всегда, если вы особенно собираетесь часто, ездите на общественном транспорте, вот здесь вот где-то в мелких городах, на курортах, имейте в общественном транспорте всегда турецкие лиры. Некоторые, конечно же, могут подумать, ай, подумаешь, там 10 лир, там чуть больше доллара переплатил, но на самом деле здесь 10 лир, там 20 лир, тут 15 лир. Если вы к концу отпуска посчитаете, все эти суммы, которые вы просто так от своего незнания переплачиваете, вы можете удивиться. У нас же ролик называется, как экономить во время своего отдыха в Турции, поэтому даже вот такие нюансы, как оплата проезда, я тоже озвучиваю и предусматриваю. Также, если вы не хотите переплачивать во время своего отпуска в Турции, не советую ездить на шопинг с гидами. Очень многие до сих пор почему-то не знают данной информации, во всем интернете уже написано, только ленивый, наверное, не написал, что если вы едете с гидом куда-то на шопинг, то он вас привозит в дорогие магазины. Конечно же, ваш гид скажет, мы вас повезем в самый лучший магазин, чуть ли не с оптовыми ценами, но я думаю, в это могут поверить только те, кто впервые едет в Турцию и кто не бывал в других магазинах. На самом деле, привозят в достаточно дорогое место, потому что это место отстегивает проценты гиду, в свою очередь туроператор же должен оплачивать и зарплату шоферу, который вас довез, ну и сам продавец, куда вас привезли, должен какой-то процент иметь, со своих продаж, соответственно, все эти проценты наслаиваются друг на друга и в итоге все оплачиваете вы. Понятное дело, что в таких магазинах ну просто не может быть дешево, потому что слишком много участников в процессе. Вы, конечно, можете съездить ради любопытства, посмотреть, прицениться, если вам не жалко своего времени, но все туристы, которые ездили, с которыми я общалась, работая 10 лет в туризме, все были очень недовольны и говорили, вообще нет смысла туда ездить. Если вы не верите, можете проверить, самостоятельно съездить и убедиться. Там точно вы не сэкономите. Ну и, наверное, такой самый главный совет, который определенно вам поможет сэкономить свои средства на отдыхе в Турции, это торг. Конечно, нужно в Турции торговаться, просто нужно знать, где это делать, как это делать. Вообще-то в некоторых местах торговаться не принято, в других местах торговаться просто необходимо. Это довольно-таки обширный, такой тонкий вопрос, имеют очень много нюансов, как торговаться, где и что. Если вы хотите, я могу вам снять отдельный ролик о том, как принято торговаться в Турции, где это делать, а где не стоит, на какие скидки стоит рассчитывать. В общем-то, если нужен такой ролик, обязательно пишите в комментариях. Ну вот, наверное, на этой ноте я буду завершать. Если у вас есть какие-то свои рекомендации по поводу того, как можно сэкономить именно во время отдыха в Турции, обязательно пишите их в комментариях, потому что очень многие люди, которые меня смотрят, вообще первый раз поедут в Турцию. Некоторые могут и не знать эту информацию, даже если уже и отдыхали в Турции. Может и для меня вы откроете что-то новенькое, полезное, интересное. Так что обязательно пишите свои лайфхаки по поводу того, как вы экономите на своем отдыхе в Турции, если вообще экономите. На сегодня все. С вами, как обычно, была Катя. Мы увидимся в следующем ролике.